Воспоминания Александра Масулова Начальника канцелярии Министерства Императорского двора Обычно по субботам в Ливадии показывали кино И событие это становилось главной темой разговоров на всю следующую неделю Мне был поручен выбор лент Императрица указала такую программу Сначала фильмы снятые за неделю придворным фотографом Егельским Затем научный, либо красивый видовой В конце же веселую ленту для детей Выбор был трудный И мне не раз приходилось просить гофмистерину Нарышкину Просматривать предложенные фильмы Елисавета Алексеевна была весьма строгий цензор И часто требовала, чтобы из ленты вырезали самые веселые места Однажды в начале сеанса должен был идти фильм о параде в Ливадии Этой ленты я не успел предварительно просмотреть Думая, что в параде не может найтись чего-либо неподходящего Началось представление Вижу государя со свитой Вижу графа Мусина Пушкина, командующего Одесским военным округом Идут войска, и граф стоит, как вкопанный Стройсолдат все больше уклоняется от сигналов линейных Пушкин левую рукой указывает проходящим четче держать линию Но они этого не исполняют Лицо графа делается свирепым, и он грозит кулаком Тишина нарушается детским хохотом Я вижу в полумраке, как император кусает себе губы, чтобы не рассмеяться Представление кончилось Я решил скорее бежать домой, когда почувствовал, что кто-то берет меня под руку Это был граф Мусин Пушкин Посади твоего Егельского под арест Он врет! Никогда я кулаком не грозил! Нельзя показывать командующего войсками, да еще государю В таком виде, в каком он никогда не бывал Оскорбительный эпизод был немедленно вырезан Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Будущий император Николай II с детства привык, что его повсюду окружали изображения царственных предков Они горделиво красовались в тяжелых золотых рамах, развешанных на стенах многочисленных дворцов Пугали мраморными бюстами, неожиданно выплывающими из темноты Подавляли размерами бронзовых, как правило, конных скульптур Были ли они похожи на себя настоящих? Или творцы льстили своим царственным заказчикам? Николай по себе знал, что портрет – это отношение художника к своему герою В начале 1900 года он задумал подарить жене собственный, непарадный портрет Втайне от Аликс он несколько раз позировал Валентину Серову Затея удалась Такого человечного портрета не было ни у одного европейского монарха Говорили, что он написан ласковой кистью Спустя всего пять лет после подавления Январской революции Тот же Серов напишет Николая зло, карикатурно и тоже очень похоже Более объективными Николаю оказались фотографии Жаль, что несмотря на уже существующие технические возможности Не было сделано ни одной фотографии его прадеда Императора Николая I Зато есть дед – Александр II Отец – Александр III Такие родные, домашние Его самого фотографировали почти с самого рождения Вот он, ангелоподобный младенец в кружевной рубашечке Пытается заглянуть в книгу, которую держит мама Здесь она совсем не похожа на императрицу Обыкновенная молодая женщина Николаю шесть лет Двадцать Двадцать пять Его помолвка Уже император Сам отец Снимает фотоателье Профессиональные фотографы Лучшие снимки проходят допуск к напечатанию И обращению к публике Развитие фототехники Сделает искусство съемки доступным для непрофессионалов Даст возможность снимать не только в фотоателье Но в любом месте Во дворце, в парке, на прогулке В заграничной поездке, в купе поезда Или на палубе императорской яхты Такой человечной, в дофотографическое время Императорскую семью никто не видел В его собственной семье будут снимать все Он сам, Александра Федоровна Фотоаппараты будут у всех дочек Фотографией с азартом занимается даже пожилая Вдовствующая императрица Мария Федоровна Конечно, эти снимки Не предназначаются для посторонних глаз Из воспоминаний Юлии Ден Фрейлины императрицы Правители одной из величайших империй Окружала простота Простота была характерна для всех их дел Эта же простота Привела и к их падению Их величество захотели жить Как живут частные лица Они воображали, что это возможно В России не принято, чтобы царь был Обыкновенным человеком Со свойственными человеку чувствами Он символ Воплощения вековых традиций Император и императрица В домашнем халате Никогда не задевали души своих подданных Воображение простолюдина Влекут порфиры, горностаевые мантии Золотые короны И скипетры Символы царской власти Крестьянину не пришлись бы по вкусу Семейные фотографии их властелинов Официальную часть жизни императорского двора Со времен императора Петра Первого Описывали камер фурьерские журналы Из воспоминаний Александра Масолова Начальника канцелярии Министерства императорского двора В этот журнал записывались все приемы и выезды Как царя, так и царицы И все время провождения их величеств во дворцах Журналы эти велись в трех экземплярах Один каждое утро клался на письменный стол императора В запечатанном конверте Второй экземпляр, также запечатанный Посылался министру двора Третий же хранился в особом железном ящике У камер фурьера Они считались весьма секретными Особо важные новости из камер фурьерских журналов Передавались в редакцию правительственного вестника Основного официального печатного органа империи Все прочие издания должны были перепечатывать известия оттуда Конечно, вездесущих журналистов Такое положение дел не устраивало При императоре Александре Третьем Была введена официальная аккредитация Представители прессы при министерстве императорского двора Отныне журналисты могли сами описывать события из царской жизни В мае 1896 года в Москве состоялась церемония священного коронования императора Николая II Из дневника императора Николая II Великий, торжественный, но тяжелый в нравственном смысле для Аликс «Мама и меня» день Все, что произошло в Успенском соборе, хотя и кажется сном, но не забывается во всю жизнь На память о воцарении на трон в России всегда создавались коронационные альбомы В них описывался ход церемонии И размещались картины, которые лучшие художники своего времени делали с натуры Коронационный альбом Николая II отличался от альбомов его предшественников За несколько месяцев до события к министру двора стали поступать заявления из редакции разных изданий О разрешении присутствовать на коронации их корреспондентам, художникам и фотографам Таких набралось более трехсот Из воспоминаний Василия Кривенко, заведующего канцелярией министра императорского двора Для облегчения сотрудникам изданий их работы Я настоял на устройстве при канцелярии министра особого бюро печати В Москве специально для бюро нанят был особняк Здесь корреспонденты могли удобно работать, находили разнообразные газеты, письменные принадлежности Несколько телефонных аппаратов, специальных почтово-телеграфных курьеров Для немедленной отправки телеграмм и другой корреспонденции Здесь же выдавались справки, распределялись билеты на торжества Сотрудники бесплатно могли пользоваться чаем, кофе, печеньем и сандвичами Изменения в духе времени затронули и коронационный альбом Николая Второго Наряду с картинами в нем появились фотографии В том числе и коллективный портрет пишущего, рисующего и фотографирующего Пула Во время коронации произошло еще одно невиданное событие Для фиксации исторической церемонии пригласили французского кинооператора Эта короткая пленка стала первым документальным фильмом в Российской империи Постепенно придворная кинохроника становится неотъемлемой частью жизни императорского двора Господину министру императорского двора Барону Фредериксу От владельца фирмы Фон Ганн и компания Фотографа Егельского Докладная записка Поработав много над усовершенствованием кинематографа Я задался целью воспроизвести путем живой фотографии Знаменательные события из царствования его императорского величества И жизни Августейшей семьи События эти, без сомнения, со временем будут иметь для истории громадное значение Наглядно представляя ход их И нередко устраняя, могущие возникнуть недоразумения Романовы быстро привыкли, что рядом постоянно находится он Придворный фотограф Егельский Фон Ганн, как часто подписаны его фотографии Они даже не заметили, когда фотоаппарат в его руках превратился в кинокамеру Теперь он сопровождает царскую семью повсюду В 1903 году по просьбе Министерства императорского двора Егельский составляет каталог от снятых им за три года лент Он включает в себя больше ста сюжетов Игельский составляет каталог от снятых им за три года лент Из дневника Николая II Январь 1907 года Долго гулял и катался с детьми с горы Ганн показывал им кинематографические снимки Комические и из пребывания на штандарте Они остались в восторге Обедали со всеми Константиновичами После чего и их услаждали тем же кинематографом Засиделись и засмотрелись до 12 часов Киноматериал касающийся частной жизни императорской семьи Предназначается для показа в узком круге приближенных лиц Из письма Александры Федоровны мужу 1915 год Как очаровательной фотографии Алексея Фредерик спросил Можно ли разрешить в публичных представлениях-синематографах Снимки Бэби с Джоем Говорят, Бэби сказал месье Джильяру Что это смешно показывать И что собака там выглядит гораздо умнее его Мне нравится такой ответ В общедоступный прокат поступают ролики Отснятые на различных официальных мероприятиях В июне 1909 года праздновали 200-летие победы в Полтавской битве В августе 1912-го Со всем размахом отмечались столетия Бородинского сражения Николай с детства обожает физические упражнения В них он неутомим Наверное, поэтому он с таким удовольствием наблюдает всевозможные военно-спортивные парали Весь 1913 год прошел под знаком празднования 300-летия дома Романовых Летом вся императорская семья совершила путешествие по местам, связанным с воцарением династии Романовых Кострома Здесь Михаила Романова призвали на царство Ипатьевский монастырь Здесь Михаил вместе с матерью Иннокеней Марфой спасался от поляков Нижний Новгород Здесь формировали свое народное ополчение Минем и Пожарский Ростов Великий Здесь отец Михаила Романова был митрополитом Заключительный пункт поездки – Первопрестольная Москва Это был последний мирный год И никто не мог вообразить тогда, что это последний праздник императорской России В период Первой мировой войны Царя много снимали Однако документальный монархический кинематограф Уже не мог спасти репутацию правящей династии Когда в залах кинотеатров крутили фронтовую хронику С участием царя награждения Георгиевскими крестами В зале в голос смеялись и выкрикивали «Батюшка с Георгием, а матушка с Григорием!» Подразумевая Григория Распутина Последний раз царскую семью снимали осенью 1916 года В Ставке состоялся, как оказалось, прощальный смотр царского конвоя Зимой 1917 года, за три дня до рокового выезда в Ставку В своем доме в царском селе император Николай II смотрел кино Из воспоминаний Владимира Ваейкова, дворцового коменданта Никогда в жизни не забуду последнего сеанса в начале февраля Это был фильм «Мадам Дюбари» Со всеми ужасами французской революции Гильотиной, народным судом, казнями После этого фильма я почувствовал невероятную тяжесть на душе А теперь даже не могу вспоминать про него Даже после отречения императора Николая II от престола Находясь под домашним арестом Романовы продолжают снимать свою семейную фотолетопись Из дневника Николая Романова, 7 июля 1917 года Вечером клеил фотографии из жизни под арестом в свой альбом Император и его дочери всегда сами наклеивали фотографии в альбомы Ольга и Татьяна делали записи о дате и месте съемки А Мария и Анастасия подкрашивали фотографии акварелью Свои альбомы они возьмут и в ссылку Целый сундук воспоминаний о той исчезнувшей жизни доставят в Тобольск Бывший император будет часто их пересматривать Из дневника Николая Романова, 14 августа 1917 года Целый день разбирал фотографии из плавания 1890-1891 год Это Николай, еще наследник престола, о своем путешествии на восток Именно тогда он впервые увидел Тобольск, который теперь стал местом его ссылки Бывшая императрица, напротив, пытается не ворошить прошлое Из письма Александры Федоровны Анне Вырубовой Альбомы все оставила в сундуке Грустно без них, но лучше так А то больно смотреть, вспоминать Есть вещи, которые отгоняю от себя Убивают они Слишком свежи еще в памяти Фрейлина Анна Вырубова, ближайшая подруга Александры Федоровны Была одним из главных фотокорреспондентов императорской семьи Когда в 1920 году Вырубова по льду Финского залива бежала из Советской России Она взяла с собой самое ценное Несколько альбомов с фотографиями императорской семьи В Тобольске Романовы продолжают снимать Тем самым фотоаппаратом, который привезли из царского села Его отберут уже в Екатеринбурге Когда по приезду к месту их последнего пристанища Будут досматривать ручную кладь Александры Федоровны Для них это будет большая потеря За месяц до расстрела в книге дежурств караула появится запись Была обычная прогулка семьи Татьяна и Мария просили фотографический аппарат В чем, конечно же, им было отказано комендантам Есть версия, что в ту роковую ночь на 17 июля 1918 года Семью бывшего императора российского собрали якобы для фотографирования Семья была большая, вместе со слугами 11 человек Надо было как можно удобнее расположить их для расстрела Палачи боялись, что жертвы сгрудятся, перекрывая друг друга И тогда их главный убийца Яков Яровский, сам бывший фотограф, придумал Он сообщил, что всем надо сойти в подвал Где их должны сфотографировать Дескать, в Москве ждут подтверждений, что царская семья жива И находится в безопасности Романовы были совершенно спокойны Никаких подозрений Они все заняли свои места И ожидали, что внесут фотоаппарат КОНЕЦ 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 КОНЕЦ